Сегодня первокурсники журфака на лекции по основам теории журналистики. В этом семестре для них это единственная профильная пара. По новообразовательной программе первое время обучения студенты изучают лишь общие предметы. Антропологию, математику, историю, философию и так далее. И только после второго курса начнут изучать непосредственно свою специальность. Ну, конечно, для журналиста это ужасно, что именно мы не можем погрузиться в свою профессию. Вот хорошо спасает то, что многие ребята сейчас идут и уже получают опыт в определенных СМИ. И вот это вот мы нарабатываем опыт и практику, только так. На помощь активным студентам приходит и телевизионная студия университета. Но и тут есть нюанс. Пары в ней начинаются также только со второго курса. Однако первокурсникам не запрещается проводить в ней свое внеучебное время. Мы даем им возможности и рассматриваем нашу учебную телевизионную студию как площадку, на которой можно развиться и состояться. Ну и получить все навыки, необходимые для дальнейшей деятельности, не только в журналистике. Новую образовательную программу ввели только с сентября этого года и затронула она лишь студентов-первокурсников. Наш нынешний четвертый курс учится все еще по старой программе, которая была у выпускников предыдущих. Вот поэтому на нас это в принципе никак не отразилось. К слову, с этого года студентам добавили часы изучения английского и предложили вдобавок по желанию выбрать один из восточных языков. Между тем, многие в университете считают, что в этих преобразованиях есть и серьезные недочеты. У них после первого курса нет практики. Ну вы просто представьте себе, они только после второго пойдут, а уже после четвертого не уходят. Кстати, эти нововведения коснулись не только студентов-журналистов. Бакалавриат 2.0 подразумевает несколько ступеней обучения. На первой все студенты университета, независимо от специальности, изучают одинаковые общие дисциплины. Со второго семестра подключают несколько профильных предметов. Затем идет ступень с дополнительным профессиональным блоком, где каждый может самостоятельно выбирать предметы для изучения. Связаны они будут с основной специальностью или нет, решает сам учащийся. Завершающая ступень – курсы по выбору. Это то, что не имеет отношения к основной профессиональной деятельности, но интересует студента. Бакалавриат 2.0 – это очередной эксперимент в российском образовании. Его главное преимущество в том, что студент за 4 года овладеет сразу двумя специальностями. Одной по тому направлению, на которое поступил изначально, а вторую дисциплину дополнительную он выбирает во время обучения. Помимо этого, изменения произошли и в самой структуре учебного заведения. Сначала ДВФУ вобрал в себя несколько отдельных университетов, теперь под своей крышей объединил и кафедры. Они трансформировались во всевозможные департаменты. Например, кафедра рекламы и связи с общественностью, кафедра журналистики и издательского бизнеса теперь стали одним целым и именуются департаментом коммуникации и медиа. Как объясняет администрация, сделано это для углубления научной деятельности. Департамент, создаваемый, отвечает теперь не только за образовательную деятельность, но и научную, и в состав каждого департамента, помимо преподавателей, будут входить научные подразделения, это лаборатории, исследовательские центры. То есть в них должна осуществиться реальная связь образования и научной деятельности. Не так давно на сайте университета публиковали информацию о том, что планируют изменить и правила зачисления в ВУЗ. Хотят, чтобы студент поступал не на конкретную специальность, а на целую группу направлений. И отучившись первый год, мог в случае необходимости свободно перейти на другую специальность. Однако подобные нововведения так и останутся на бумаге как минимум включительно до 2018 года. Неизменным остается только стоимость высшего образования. В этом году родителям будущих журналистов надо заплатить 131 тысячу рублей за общеобразовательные знания своего чада. Но пока руководство продолжает вершить перемены, нынешние первокурсники и будущие абитуриенты только гадают, чего им ждать от новой системы образования и в чью пользу сыграет бакалавриат 2.0. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.